друзья привет сегодня решил показать вам одно из величайших чудес творения человеческих рук это собор святой софии в константинополе или как теперь это называют большая мечеть святая софия а я софия в стамбуле я специально приехал со своими родственниками и сюда еще раз потому что не мог удержаться от того чтобы не показать вам эту красоту итак начинаем сразу хочу оговориться что я не претендую на роль историка и экскурсовода говорю все это произвольным текстом и возможно какие-то даты и сведения я в них могу ошибаться но тем не менее то что я знаю я попытаюсь до вас донести вот это мы подходим собору и видим справа мавзолей султана мехмета 2 где похоронен султан и его семья а также другие приближенные к знати османской высокопоставленные так скажем правители вот этот собор он был построен на его месте была первая базилика построенная константином основателем константинополя императором византийской империи где-то в 300-е годы нашего века то есть примерно около двух тысяч лет назад потом это базилика сгорела потом на ее месте был еще возник воздвигнут храм честь святой софии и окончательное вот это строение было построено уже не константином а другим императором юстинианом в 530 каком-то году где-то вот но в начале шестого века нашей эры и тоже за время своего существования она подвергалась разрушением там пожаром землетрясения были после которых обвалился купол где-то в 600 каком-то году он был перестроен и были усилены стены вот выстроены такие конструкции архитектурные контрфорсы которые их стабилизируют и удерживают купол был построен заново вот при подходе мы видим различные сувенирные лавочки тут для туристов продают разные интересные штучки сувениры картины и предметы шапочки и так далее за соответственно вот в таком виде собор существует около полутора тысяч лет ну и за это время конечно он подвергся различным пристройкам видоизменением которые только снаружи в общем-то происходили большей частью то есть много сотен лет около тысячи лет до 1453 года это был главный кафедральный собор православной церкви во всем мире то есть это было колебель колыбель православия и как считается что именно сюда пришли русские пол послы это вот мечеть султан ахмед которая напротив святой софии находится или голубая мечеть ее еще называют по-другому а вот так теперь софия называется официально айсофия и кибер то есть это большая айсофия большая мечеть айсофия так вот вернемся к истории мы сейчас заходим вот в главный главный вход храма вернемся к истории значит около тысячи лет это был православный храм символ величия византийской империи именно сюда пришли российские послы и когда увидели здесь богатство и величие православного богослужения так вот это слова пророком мухаммеда но он говорит что стамбул обязательно будет завоеван и благословен будет тот военачальник и его армия кто-то приписывает эти слова пророку кто-то говорит что он их не говорил тем не менее они начертаны при входе в храм вот эта мозаика на которой изображена богоматерь с младенцем иисусом который император константин показывает макет города константинополя а император юстиниан показывает макет вот этого собора святой софии эта фреска была реставрирована расчищена от османских наслоений более поздних так вот считается что отсюда мысль о православии унесли российские послы после этого православия стала основной религии на руси и русь приняла крещение конечно можно поражаться только величию этого сооружения вот мы заходим в галерею которая перед входом в храм то есть тысячу лет это был православный храм здесь короновались все императоры византийской империи после того как в 1453 году султан михмед второй завоевал стамбул константинополь этот храм сразу стал мечетью за время османского правления мечетью он был вот более 500 лет до указать эмали ататюрка в 1935 году который его из статуса мечети перевел статус музея можно только поражаться как полторы тысячи лет назад какими технологиями обладали люди чтобы построить такое величественное сооружение это один из самых больших куполов в мире у него высота около пятидесяти трех метров диаметр где-то 35 метров вот верхняя аркада окон вот таких арка образных когда светит солнце сегодня пасмурный день просто когда солнечный свет они вот из этих арка образных окон такие лучи которые сияют на окружающей мозаики золотистым таким отблеском очень красиво использован очень редкий мрамор в отделке и строительстве храма он очень красивый различных цветов свозился с разных сторон света ряд колонн стоит из разрушенного храма артемиды в эфесе я там был тоже там вообще одна одна только колонна осталось вот следы османского воздействия разрушенный лик одного из ангелов когда пришли османы они заштукатурили фрески часть ангелов уничтожили часть лики сохранились вот как вы видите здесь вот здесь тоже нету этого лица потому что ислам запрещает изображение людей и животных вообще каких-либо живых объектов в храмах вот на главном куполе нанесена арабская вязь сверху предполагается конечно раньше ее не было а вот в алтарной части в верхней части вы видите да во первых вот эти круглые щиты которые везде располагаются это еще с османских времен есть это такие каркасы с натянутой верблюжьей кожей черного цвета на них золотом нанесены суры корана вот а в алтарной части вот сверху там над верхним куполом средним верхним куполом нанесено изображение девы марии с младенцем иисусом на коленях вот по канонам мечети пол закрыт ковром вот так раньше выглядел он это бывшее место коронации византийских императоров пол был очень красивый я первый раз был здесь 11 лет назад когда еще собор был статусе музея вот и пол из различных пород мрамора вот это изображение сверху над алтарем девы марии богоматери с младенцем иисусом на руках видите как закрыли такими полосами материи но вот так это выглядело до того как закрыли это изображение но тем не менее сделали очень аккуратно могли бы вообще полностью все это закрыть но тем не менее они сделали такие полоски ткани через которые можно даже видеть часть ликов в центральной вот части этой мозаики все она сделана по уникальной технологии под углами вот эти расположены мелкие мозаичные фрагменты и когда получить света падают под разными углами она такое сияющие золотое сияние исходит от этого изображения но тем не менее достаточно аккуратно поступили чтобы никого не видеть с позиции ислама изображение вроде бы как закрытый но туристам которые посещают этот храм все-таки можно смотреть осмотреть это изображение что касается статуса мечети то раньше это был музей вход стоил я сейчас точно не могу сказать но 30 или 40 долларов не дешево было посетить этот музей но после того как стало это приобрело статус мечети соответственно вход туда свободный и бесплатный вот сейчас объявили что начнется намаз и попросили всех существующих туристов удалиться так как будет сейчас богослужение проходить здесь что касается вообще на этой идеи опять сделать святую софию мечетью ну вещь спорная потому что больше 500 лет это было действующей мечетью и турки говорят но наши предки несколько сотен лет здесь молились почему же мы не можем делать то же самое наши предки это завоевали это наше достояние хотя с другой с точки зрения это достояние другой культуры и других людей но здесь сложно найти кто прав кто виноват в этих вопросах ну воспринимать нужно это все как факт что есть то есть турецкое общество воспринимает передел музея в мечеть тоже неоднозначно большая часть конечно поддерживает и радуется но и часть скептиков есть который говорит о том что мы очень много мечети в стамбуле они практически всегда полупустые и это больше похоже на такой политический популистский шаг чтобы завоевать симпатию населения определенной части населения симпатию к правительству эрдогана в общем момент спорный но факт есть факт это теперь опять мечеть нужно сказать что конечно здесь кроме того что вы постелен ковер и полосы материи закрывают изображение богоматери с иисусом никаких изменений существенных не произошло вообще я вот еще сейчас пытаюсь найти места где были проступали кресты со старых византийских фресок вот я их никак не мог найти думал что они на верхней галереи куда вход закрыт но вот нашел наконец-то вот видно что османы когда заштукатурили все христианские изображения они нанесли узоры и вот из-под старой штукатурки османской выступает более древний византийский слой из которого проступает контуры крестов вот здесь их очень хорошо видно вот в этом месте конечно это все больше тысячи лет назад изображено и вы видите какое качество но нужно понимать сколько сотен лет прошло конечно потрясает абсолютно величие створение человеческих рук уникальное совершенно сооружение конечно камера не передает всего масштаба и вот этой атмосферы торжественности в этом огромном и прекрасном храме но тем не менее вы можете себе представить как сейчас выглядит после того как мустафа кемеля татюрк в 1935 году подписал указ о переводе мечети айя софия в музей начались реставрационные работы очень много османских наслоений были расчищены были расчищены и очень многие византийские фрески и мозаики мозаики императоров но они все находятся на вот этой верхней галереи вот это как раз вы видите императорскую ложу это на верхней галереи место откуда за богослужениями православными следила император и члены его семьи также приближенные вельможи византийские на втором этаже очень много мозаик но так как время было ограничено связи с тем что намаз начинается нужно было выходить я не нашел так быстро входа на галерею и не могу сказать есть он или нету но людей там сверху я не вижу вполне возможно что он закрыт проход на верхнюю галерею вот вообще реформы мустафы кемеля татюрка конечно сыграли ключевую роль в последующем развитии турецкой республики вот мы вышли из храма пошел дождь кругом звучит и зам это призыв мусульман к молитве если мне личность это тюрка который открыл женщину лицо который отлучил религию от государства и до сих пор религиозные сооружения не получают государственного финансирования есть он внедрил образование он внедрил и получила резкое ускорение развития промышленности открыты были университеты и в общем он дал мощнейший толчок к прогрессивному развитию турецкой республики и вообще нужно удивляться смелости и стойкости этого человека потому что пойти на многовековые устои такие традиции общества это нужно быть конечно очень решительной и сильной личностью но если бы не он турция была бы сейчас на уровне какого-нибудь афганистана то есть абсолютно без промышленности с убогой жизнью но тем не менее турецкая республика сейчас из исландского мира претендует на лидерскую роль с позицией да со всех позиций из позиции промышленности из позиции уровня жизни и культуры и воспринимать это как исламистскую страну ни в коем случае нельзя потому что общество здесь чрезвычайно разнородная очень большая часть общества прогрессивно демократически настроены абсолютно свободные люди вот теперь вы имеете некоторое представление современный современном состоянии софии как она выглядит снаружи и изнутри конечно мало что изменилось за полторы тысячи лет увидеть эту красоту конечно нужно хотел сказать о том что теперь на канале доступна функция спонсорства а если вы при просмотре любого видео опустите ниже к описанию вы увидите кнопочку спонсировать и если вы не нажать вы увидите окно с тремя уровнями спонсорства юноша мужчина и альфа самец став спонсором моего канала вы можете получать различные преимущества вплоть до неограниченных консультаций с использованием аудио-видео связи между нами в общем почитайте кому будет интересно если вы изъявите возможность спонсировать мой канал я буду вам очень и очень признательно надеюсь что у меня будет возможность еще записать для вас интересные ролики желаю вам всем как обычно здоровья счастья не болейте берегите себя буду рад вашим отзывам вопросам пишите мне счастливого до скорой встречи